Авторскую программу «Обо всём понемногу» на 23-м канале смотрите каждый вторник, четверг и в воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрорской телевизионной сети 23-й канал. Как обычно в это время в эфире программа «Обо всём понемногу» и эти полчаса проведу с вами я, её автор и ведущий Евгений Токарян. 1 августа православная церковь чтит память одного из величайших святых христианства Серафима Саровского. О нём сегодня рассказывает православная страничка программы. Преподобный Серафим Саровский известен как один из величайших святых христианств. И дело тут не только в его духовных подвигах, перечень которых сам по себе велика. Строжайший пост, ночные молитвенные бдения, стояние на камне, трёхлетнее молчальничество, смирение предразбойниками, искалечившими его по внешности сильного и красивого, гонение от братья, обвинявшего его в прелести. Наконец, полное затворничество в течение пяти лет в лесу, близ Саровского монастыря. Преподобный Серафим в миру Прохор Сидоров, родившийся в 1759 году в семье Курского губза, был призван к задаче вселенской важности – устроить на земле четвёртый удел Пресвятой Богородицы. Именно четвёртым жеребием Божьей Матери после Афона и Верии и Киева назовут женскую Серафима-Дивеевскую обитель, которая развивалась и расширялась под непрестанным попечительством убогого Серафима. Здесь сейчас и покоятся мощи старца. Они были обретены в 1903 году, и 1 августа церковь вспоминает именно это событие. Сам государь-император Николай II с императрицей Александрой Фёдоровной участвовал в этих торжествах. Благодаря государевой воле и был прославлен старец в лике святых. Сбылось предсказание преподобного – царь, который меня прославит, того Бог прославит. Уже в 1989 году мощи преподобного, исчезнувшие после разорения Саровской обители, где они хранились, были обретены вторично. Они находились в музее атеизма и революции Санкт-Петербурга. И вот тогда-то и были перевезены в Дивеевский монастырь. Так сбылось и ещё одно прижизненное предсказание старца. Дословно, что плотью своей он будет лежать не в Сарове, и что из Сарова в Дивеево перейдёт. «Будет в Дивеево женская лавра», – предвещал Серафим, когда община была одной из беднейших. Все его распоряжения касательно устройства мельничной Дивеевской общины, насильницами которой должны быть только девицы, по словам самого Серафима, исходили от самой Богородицы. «И камушек здесь не положен без её воли», – говорил старец. Так была проложена Богородичья канавка, работы по восстановлению которой ведутся сегодня в монастыре. Серафим утверждал, канавка – это стопочки Божьей Матери, тут прошла сама Царица Небесная. Канавка до земли высока, и Антихрист в конце времён не сможет переступить этот 800-метровый рубеж. Факт существования этой канавки открывает нам великую Дивеевскую тайну. В конце времён, когда всё окажется во власти Антихриста, Дивеево должно стать ноевым ковчегом для христиан, откуда не прекратится проповедь и призыв к покаянию. Ещё одна великая задача Дивеева – стать киновией чистоты и девства. В то время, когда вокруг царит похоть и дьявол-разрушитель, мир теряет понятие о целомудрии, как ценном божественном даре, а значит, перестанут вскоре жёны рождать праведников, тех, кто пополняет число ангелов на небесах. И тогда мировая история потеряет свой смысл. На наших глазах сбылось ещё одно пророчество Саровского затворника. В 2000 году были обретены мощи трёх населец Дивеева. Их духовный путь был неразрывно связан с молитвами старца. Первоначальница обители матушки Александре преподобный обещал никогда не оставлять Дивеевских сирот. В крестьянской девушке Марии он распознал избранный сосуд божий, постриг схему под именем Марфа. О ней он говорил, прозревая её сердце, что она будет начальницей над Дивеевскими сиротами в Царстве Небесном. Елена Монтурова, происходившая из богатой семьи, на монашеский путь привело её большое потрясение. В молодости, в видении, она увидала огромного змея, готового поглотить её. Однажды Серафим призовёт её и скажет, «Твой брат должен умереть, но очень он нужен нам для строительства церкви. Умри за брата. Благословите, скажет Елена, и через три дня умрёт». Вот мы с вами находимся в храме Реста Преставра Богородицы, где, как пророчил преподобный Серафим Сарус, который сам от себя никогда ничего не говорил, как он говорил, всё, что говорю я, и что благословлю делать, всё это исходит из моих уст на благословение или Господа нашего Иисуса Христа, или Преставра Богородицы. Так вот здесь, в этом храме, как он предрек, и как мы сейчас видим с вами, исполняется это пророчество, лягут четверо святых мощей. Матушки Александры здесь, схемонахини Марфы, монахини Елены и какой-то ещё святой угодницы, имя которой сейчас покрыто для нас мраком. И здесь, как говорил преподобный Серафим Саровский, здесь посреди них лягут и я. Ещё нет четвёртых мощей, ещё дано время на покаяние, и каждый может пройти по канавке и ощутить великую радость. Существует в Дивеевской летописи ещё одно прикровенное пророчество. Будто бы в конце времён воскреснет Серафим Саровский подобно семи эфесским отрокам, и будет то дива на весь белый свет. Здесь всегда хороший выбор, можно расплачиваться карточками, в отличие от многих других магазинов. И, в принципе, ещё не попадала на просроченный товар. Тут я нахожу то, что мне нужно. Цены не устраивает, и товар не плохой. Свежее всё. Продавцы нравятся, очень культурные, хорошие. Тут всё есть практически. И дёшево, и всё свежее. Очереди нет, цены здесь приятные. Очень хорошо вслуживают. Те, которые хорошо знают, они говорят, вещи, продукты дешёвле. Тут тоже мне так кажется. Выбор хороший. И свежий товар. Мне нравится большой ассортимент. Свежие печенья, конфеты всегда мы постоянно берём. Также молочка очень свежая. Цены намного дешевле, чем в других магазинах. Принцип работы нашего коллектива – всё для людей. Всё для людей. Сеть супермаркетов АИДа. Мы продолжаем разговор об ишемической болезни сердца. С вами ваш домашний доктор, врач-кардиолог Оксана Скорикова. Здравствуйте. Наиболее опасным проявлением ишемической болезни сердца является инфаркт миокарда. Боли при инфаркте аналогичны болям при стенокардии, но только носят более выраженный интенсивный характер. Боль может возникать внезапно, не обязательно связанно с физической нагрузкой. В покое боль не проходит, а может даже волнообразно нарастает. Приступ боли длительный, длится более 20 минут, не купируется приёмом нитроглицерина. Также при инфаркте миокарда боли могут сопровождаться чувством страха, слабостью, потливостью, бледностью, неритмичным, слабым пульсом, падением давления, потерей сознания, тошнотой, рвотой. Пытаться перетерпеть подобные симптомы ни в коем случае нельзя. Необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь. В ожидании скорой необходимо ограничить двигательную активность, принять таблетку нитроглицерина или нитроспреем пользоваться, принять таблетку аспирина и спокойно ожидать приезда скорой. Врачу скорой помощи необходимо рассказать о препаратах, которые вы принимали в последнее время, о препаратах, на которых у вас наблюдается аллергия. Необходимо предоставить медицинскую документацию, выписные эпикризы из больницы, амбулаторную карту. Это будет способствовать постановке правильного диагноза и оказанию адекватной медицинской помощи. А теперь еще один вкусный совет от Сирана Багунца. Уважаемые торгоносцы и гости нашего города, сегодня мы будем приготовлять салат из фасоли зеленой. Для этого у нас имеется фасоль, рыбчатый лук, лимон, сырые яйца. Для оформления салат, болгарский перец, помидоры и вареные яйца. Масло оливковое, соль, перец и зелень. Ставим на плиту сковородку, чтобы она разогревалась. Наливаем оливковое масло. 25 мл. Затем нарезаем рыбчатый лук. Мелькими кубиками. Кладем лук, разогретую с маслом, в сковородку. И жарим его до появления грумяной корочки. Пока жарится у нас лук, сейчас мы подготовим тарелочку для нашего блюда. Укладываем салат. Затем нарезаем болгарский перец. Долгами. Затем нарезаем помидором. Кружочки. И вареные заранее яйца. Также кружочек мы режем. Лук у нас прожарился. Обрел румяную корочку. Сейчас будем добавлять фасоль. в сковородку. Хорошо перемешиваем. Сейчас добавим сюда соли. По вкусу. Переца черного молотого. И зелень. Две ложки. Чайный. И снова хорошо перемешиваем. Фасоль у нас протушился. Сейчас сюда добавим сырые яйца. И хорошо перемешиваем. Фасоль у нас готов. Фасоль выкладываем на тарелочку. Теперь добавим овощи наши. И в первую очередь лимонный сок. Возьмем сюда здесь чайную ложку. А чайную ложку. А чайную ложку. А чайную ложку. С перцем. И добавляем. Еще немножко зелени. Сверху. Итак, салат из зеленой фасоли готов. Приятного аппетита. Если собираясь отдыхать на воде, вы еще не приобрели плавательные средства для детей, то вам просто необходимо послушать советы администратора торгового зала супермаркета «Аида» Евгения Подорожного. Здравствуйте. С наступлением поры отпусков и летнего отдыха на витринах очень многих магазинов начинают появляться разнообразные надувные плавательные средства и игрушки. Для всех возрастов и на любой вкус. К ним относятся надувные круги, матрасы, нарукавники, жилеты, мячики и даже игрушки в виде разнообразных животных. Все эти вещи просто необходимы для тех, кто собирается провести свой отпуск на берегу моря, особенно если вы берете с собой детей, так как все эти вещи созданы специально для того, чтобы ваш ребенок научился плавать. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать среди всего этого разнообразия именно то, что необходимо на отдыхе вам и вашему ребенку. Первое, что вам необходимо купить, это нарукавники или жилет. Главная особенность жилета – это то, что воздух, находящийся в нем, позволяет ребенку держаться на воде на уровне груди. Всем любителям пляжного отдыха хорошо известен надувной круг. Он выпускается как для взрослых, так и для детей от трех лет. Главная его опасность при использовании ребенком – это то, что при купании он может его неожиданно выпустить и остаться ни с чем. Поэтому он предназначен только для тех детей, которые умеют плавать, но еще недостаточно хорошо умеют держаться на воде без поддержки. При покупке особое внимание уделите внутренним швам. Они должны быть мягкими, чтобы ни в коем случае не поранили кожу вашего ребенка. Еще один незаменимый предмет на отдыхе – это надувной матрас. Он выпускается так же, как для взрослых, так и для детей. Главное при выборе матраса для ребенка – обратить внимание на его рост и наличие на матрасе ручек или бортиков, за которые ваш ребенок при купании может держаться. Для безопасности, если ваш ребенок еще не уверенно себя чувствует на воде, на него все-таки следует надевать на рукавнике. Кроме надувных плавательных средств, существуют также надувные игрушки, которые позволяют вашему ребенку играть не только на берегу, но и в воде. Это могут быть шарики, мячики, лодочки, машинки, даже игрушки в виде животных. Все зависит только от того, что выберет ваш ребенок. И это далеко не полный список всех плавательных средств. Однако, выбирая их, помните, что они должны быть сделаны из качественных материалов, не иметь неприятного запаха, а швы должны быть мягкими, чтобы не натереть кожу вашего ребенка. Прислушайтесь к моим советам, и тогда ваш отдых на воде будет незабываемым. До свидания! Здесь всегда хороший выбор. Можно расплачиваться карточками, в отличие от многих других магазинов. И, в принципе, еще не попадало на просроченный товар. Тут я нахожу то, что мне нужно. Цены не устраивает. И товар неплохой. Свежее все. Продавцы нравятся. Очень культурные, хорошие. Тут все есть практически. И дешево, и все свежее. Очереди нет. Цены здесь приятные. Очень хорошо вслуживают. Те, которые хорошо знают, они говорят, вещи, продукты дешевле. Тут тоже, мне так кажется. Выбор хороший. И свежий товар. Мне нравится большой ассортимент. Свежие печенья, конфеты всегда мы постоянно берем. Также молочка очень свежая. Цены намного дешевле, чем в других магазинах. Принцип работы нашего коллектива – все для людей. Все для людей. Сеть супермаркетов «Аида». Ровно сто лет назад, 1 августа 1914 года, началась Первая мировая война. Об этих трагических событиях рассказывает историческая страничка программы. Мы находимся с вами, уважаемые телезрители, в одном из залов городского историко-краеведческого музея «Устенда», где есть некоторые экспонаты, связанные с Первой мировой войной, которая началась 1 августа 1914 года. Формальным поводом для войны послужило убийство на Балканах, в городе Сараево, наследника австрийского престола, герцога Фердинанда. Причиной войны послужила экспансия молодой германской буржуазии. Дело в том, что в начале 20 века бурно развивалась германская промышленность, и немецкой буржуазии нужны были новые рынки сбыта, новые колонии. Поэтому немецкая буржуазия, в общем-то, и выступала локомотивом этой войны. Военные действия начались с атаки на Сербию. Австро-венгерские войска стали буквально сметать сербские части, обстреляли Белград. Отчаянные телеграммы сербского правительства своему союзнику России долго не имели никакого последствия. Император Николай II понимал отчаянное положение сербов, но не хотел втравливать Россию в эту мировую бойню. Но, тем не менее, русские пришли на помощь Сербии. Тогда Австро-венгрию поддержали Германия и Турция, а Россию – Англия и Франция. Первая мировая война привела к появлению массовых армий, сплошным линиям фронтов, пересекающих всю Европу, применением авиации, танков, артиллерии тяжелой и даже отравляющих газов. В ней русские войска проявили образцы героизма, самопожертвования. Подвиг Кузьмы Крючкова, казачьего урядника, который с двумя казаками уничтожил целый взвод немецких драгун, получив 16 ран, описали все газеты мира. Война продолжалась. Под угрозой оказалась Прибалтика. Именно оттуда в Таганрог пошли беженцы. Стали эвакуироваться оборонные предприятия. В город прибыл авиационный завод Лебедева. Теперь на его территории находится авиационный комплекс Бериева. Сюда эвакуировался из Ревеля, современного Таллина, русско-балтийский завод, который производил снаряды и патроны. Сейчас на его территории находится известный нам Тагаз, а до этого был комбайновый завод. Металлургический завод приступил к катанию броневых плит. Для решения всех острейших социальных проблем в городе действовало отделение Всероссийского Татьянинского комитета под покровительством великой княгини Татьяны. А возглавлял его местный городской голова Евграф Платонов. Его деятельность была такая же, как эффективно работающего управления социальной защитой. Питание, перевязочные материалы, медицинская помощь. Все решалось очень оперативно и быстро. На месте Алексеевской гимназии, которую мы знаем как корпус А радиотехнического института, был размещен госпиталь. Такой же госпиталь был на территории третьей больницы ЗАКа. Она находится на переулке Красном. Таким образом, в годы войны, с одной стороны, Таганрог получил массу проблем, но с другой стороны, решая их и привлекая научно-техническую интеллигенцию, а также потенциал оборонных предприятий, город начал развиваться. К сожалению, в этой войне России не суждено было победить. Этому много причин. Я бы хотел только отметить странную роль наших западных союзников, которые, с одной стороны, требовали от российской армии неподготовленных наступлений на немецкие войска, чтобы облегчить свое положение на Западном фронте. И русские, спасая западных союзников, не успел подвести боеприпасы, пополнить себя живой силой, прорывали немецкие позиции. Но за это приходилось платить истощением людских и материальных средств. И, к сожалению, это сказалось на обострении внутренней ситуации в России. Ну, а затем наши западные союзники, увидев, что скоро Германия будет разгромлена, сделали все, чтобы не увидеть нашу страну в числе победителей. Дело в том, что мы могли бы по условиям победы над Германией получить Черноморские проливы, отделяющие Черное море от Средиземного, Босфор и Дарданеллы. И тогда бы Черное море становилось бы внутренним русским озером, куда бы проходили только дружественные нам корабли. Успехи русских войск за Кауказией в войне с Турцией тоже были поразительны. Русские войска практически дошли до озера Ван на территорию Западной Армении, которая сейчас находится в составе Турции. Оттуда Россия могла бы контролировать богатой нефтью Ближний Восток. Все это нашим союзникам было не надо. Поэтому они всячески поддерживали оппозицию, находящуюся внутри страны, и даже инспирировали свержение царствующей династии. В результате к 1917 году в армии появились различные самочинные комитеты, которые решали идти в наступление солдатам или нет, и развалилась дисциплина. И произошла так называемая Февральская революция. Таким образом, вот все эти причины не позволили царской России стать победительницей. О героях Первой мировой войны забыли. Их стерла из памяти гражданская война. Мы забыли, что Семен Буденный был прежде всего унтер-офицером царской армии, полным георгиевским кавалером. Мы забыли, что маршал победы Георгий Жуков, который принимал парад победы на Красной площади, до этого был тоже унтер-офицером царской армии и георгиевским кавалером. А генерал Деникин, ставка которого была в Таганроге, был обладателем золотого георгиевского оружия и командиром одного из наиболее боеспособных подразделений русской армии. Мы забыли о генерале Габиат, о нашем земляке, который пал тоже смертью героя на этой войне. Но мы, как благодарные потомки, должны все-таки помнить наших предков. Ведь они шли за веру царя Отечества, как они тогда понимали, на немецкие, австрийские, турецкие штыки и пули. Они также любили ту страну, которая у них была, и отдавали за них свои жизни. Наша задача – не забыть об этом, потому что люди, отдавшие жизни за Отечество, достойны нашей памяти. Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая зарисовка. А я прощаюсь с вами ровно на неделю и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!